Это самая выгодная работа. Вот для того, чтобы делать деньги, не надо лазить по тундре, надо открыть кран и пусть не поставить счётчик на входе и на выходе, посчитать, сколько ты газа прокачал. Надо, чтобы все понимали, чем командовать, а не просто командовать ради командования. И ещё один очень важный, но так и не решённый вопрос. Правительство решило ограничить иностранные фирмы в возможности приобретения акций «Газпрома». Не более 9%. Однако велика вероятность, что самое дорогое, как выразился Черномырин, что есть у России, будет скуплено по дешёвке через российские компании. Но по опыту международному, практики такой защиты вообще надёжной нет. Так или иначе, принятые решения можно назвать промежуточными. Часть из них ещё будет дорабатываться. Очевидно, появятся и другие. Во всяком случае, Борис Немцов накануне говорил ещё о двух указах, касающихся контроля над акционерным капиталом. Наталья Чернышёва, Константин Арциулов, ОРТ. Бюджетный комитет Государственной Думы сегодня объявил о своём решении. Он будет рекомендовать депутатам отклонить закон о секвестре, внесённый правительством. Напомню, Кабинет министров предлагает сократить заложенные в госбюджет расходы на 108 триллионов рублей. Комитет пришёл к выводу, что правительство необоснованно завышает данные о возможном недоборе 102 триллионов в качестве доходов и не намеренно искать для этого новые источники, а только ссылается на различные обстоятельства. Среди мнений членов комитета было два диаметрально противоположных. Депутат от НДР предложил утвердить закон о секвестре, а депутат-коммунист признать неудовлетворительным исполнение бюджета правительством. Впрочем, ещё до заседания бюджетного комитета у председателя Госдумы не возникло сомнений о судьбе правительственной инициативы. Тех цифрах, которые назвало правительство, конечно, не пройдёт. Дойдут в торги до 30 триллионов. Закон можно будет принять. Первый заместитель министра финансов Алексей Кудрин был сегодня в Думе и дал понять, что правительство не намерено торговаться, хотя и разрабатывает специальную программу для получения бюджетных доходов в 30 триллионов. По разумению же оппозиции, сейчас для страны не может быть ничего лучше эмиссии. Доказывая свою правоту, левые тут же переходят в контрнаступление и стремятся переложить часть ответственности на Центробанк. А что у нас так боятся эмиссию? У нас только слушаешь одно и то же, что эмиссия это краб. Все страны проводят эмиссию, наш Центробанк проводит эмиссию, о которой вам не говорит ни слова. А сейчас, как загрели депутаты, вдруг-то превращается в катастрофу. Рассказал бы Центробанк, какую он эмиссию произвёл в прошлом году? Сделали они порядка 15 триллионов рублей. Кто об этом знает? Кто какой шум поднимал? Во-первых, политики уже прибегали к этому аргументу раньше. Во-вторых, цифра в 15 триллионов сильно отличается от 300 триллионов, которые предлагает напечатать оппозиция. И, наконец, думское руководство, видимо, не очень владеет законами экономики. Поскольку, если бы незапланированная эмиссия действительно была, увеличилась бы инфляция и выросли бы цены. Но именно в прошлом году процент инфляции оказался самым маленьким за последнее время. Да и цены росли куда медленнее, чем раньше. Что не могли не почувствовать и сами депутаты. Влада Вишневская, Владимир Головня, Виктор Бабаев, ОРТ из Госдумы. А сегодня выяснилось, что не только депутаты Государственной Думы не любят, когда телевидение показывает их работу. Члены Верхней Палаты озаботились тем, как телевидение освещает их деятельность. И потому сенаторы решили начать сражение за телевидение. Бой этот сегодня начался так. Шальмование Совета Федерации на телевидении продолжается. Вы посмотрите, мы принимаем с вами постановление, преодолеваем вето президента по реституции культурных ценностей. А что дает центральное телевидение? Центральное телевидение выдергивает из наших рядов двоих членов Совета Федерации и высказывает противоположную абсолютно точку зрения. А мнение большинства замалчивается. За первый и второй канал все равно надо продолжать сражаться. Но сражаться начали за пятый канал, Санкт-Петербургский. Верхняя Палата приняла постановление считать целесообразным создать на основе пятого канала новый общероссийский под названием «Регионы России». Учредителями могли бы быть правительство России и субъекты Федерации. Причина – местные телекомпании слишком часто перекрывают своими передачами второй общероссийский канал. По этому идее – пусть регионы вещают на пятом канале. Правда, решение Палаты вовсе не означает, что теперь ТВ «Петербург» исчезнет. Это скорее декларация, что неплохо бы парламенту иметь такой канал. Или даже скорее жест отчаяния. Принятие вот этого постановления по пятому каналу – это не что иное, как протест регионов против той несправедливости, которая сегодня сложилась. Его можно принимать, его можно и не принимать, но факт остается один. Сегодня идет откровенный захват средств массовой информации. Протестовала Палата и против планов правительства урезать на треть расходы на завоз товаров и топлива на север. Пока грузов доставлено всего лишь 2% от необходимого. Ряд республик, республика Якутия-Саха, ряд других автономных округов выходят с предложениями объявить чрезвычайную ситуацию. Палата рекомендовала Кабинету министров поддержать агропром деньгами, а текстильную промышленность – повышением пошлин и квотами на ввоз импортной ткани и одежды. Рекомендаций по пенсиям не было. Надежда рассчитаться по долгам, видимо, пропала окончательно, и сенаторам остается только шутить. Да и то в жанре черного юмора. Может быть, нам раз и навсегда принять решение другое – ликвидировать зарплату, пенсии. «Волосовать будем за то, чтобы отказаться от зарплаты вообще». Но понятно, что отменять зарплату сенаторы, конечно же, не стали. Павел Рязанцев, Аркадий Громов, ОРТ, Совет Федерации. Сегодня истек срок, который Борис Ельцин и Александр Лукашенко отвели гражданам своих стран для всенародного обсуждения устава Российско-Белорусского Союза. Подводя итоги этого обсуждения, вице-премьер России Валерий Серов заявил, что люди сказали Союзу «да». Правда, тот же Серов сегодня признал, что сказав «да», люди до сих пор очень по-разному понимают слово «союз». Митинговый оттенок финала всенародного обсуждения проекта устава, пожалуй, не привнес ничего нового в полемику вокруг Союза. Голос площади прозвучал тогда, когда ничья была очевидной. Либералы уже высказали все, что они думают о негативных последствиях объединения и режиме Лукашенко, и, судя по всему, удовлетворились тем, в частности, что официальный Минск согласился взять на себя обязательство гарантировать свободу слова и средств массовой информации, в том числе оппозиционных. Оппоненты либералов, вероятно, также остались довольны, хотя и крайне огорчились из-за критики в адрес проекта устава. Если нет воли к объединению, то лучше забыть о нем и ввести дело к ограничению ущерба от неминуемой, в таком случае, переориентации Беларуси на другие страны и их интересы. Между тем, большинство политиков и политологов считают, что завершающаяся полемика, порой ожесточенная, была чрезвычайно полезной. Я думаю, что мудрость нашего руководства была в том, чтобы не относиться к этому документу, как к той священной корове, которую нельзя трогать. Наоборот, с моей точки зрения, та острая полемика и дискуссия, которая шла на всех этапах подготовки этого документа, наполнила его реальным содержанием. Сегодня всем ясно, что общественная экспертиза проекта устава, по сути, спасла этот документ из-за одной союз от печальной участи мероприятия для галочки. Желательно или более последовательное и четкое развитие понятия гражданства союза или целесообразно отложить его введение на более поздний срок. Мы находим, что те, кто готовили документ, не приготовили экономические расчеты, которые должны быть важнейшей составляющей, базисной составляющей для столь серьезных международных документов. Мы не очень себе ясно представляем, какой же представительный орган будет руководить Объединенным Союзом. Поэтому считаем, что следующим шагом, это мы представили в наших поправках, должно быть избрание Объединенного парламента. Рассмотрение этих и тысяч других предложений по совершенствованию проекта устава должна будет в ближайшее время завершить совместная комиссия по обобщению результатов всенародного обсуждения. Предварительные выводы комиссии. Число сторонников Союза значительно превышает число оппонентов российско-белорусского объединения. Люди ждут от Союза прежде всего обеспечения национальных интересов и улучшения жизненного уровня. В то же время участники обсуждения не хотят, чтобы интеграция осталась на бумаге из-за непродуманно форсированного сближения между нашими народами. Безусловно, не лишены оснований и некоторые аргументы оппонентов Союза. Но эти аргументы лишь подчеркивают необходимость очень продуманного, системного и поэтапного сближения. Михаил Александриди, Георгий Муравев, ОРТ.